Профессиональная и удобная программа для анимации на iPad? Такая ли она профессиональная, удобная и только ли для анимации? Это iPad Pro, и я начинающий аниматор, скажем так. Смогу ли я сделать что-то интересное и уникальное в такой программе, как Procreate Dreams? Смогу ли я сделать анимацию, или может быть не только ее? Разберем в этом видео. Это видео не туториал, не обзор на программу, а мое мнение о ней, о ее плюсах и минусах. Скажу сразу, честно, я в анимации не сильно разбираюсь, но как раз таки и пытаюсь это сделать. Поэтому, если будут какие-то ошибки и неточности, простите меня, можете поправить в комментариях. Procreate Dreams – это программа для покадровой анимации на iPad, но помимо покадровой анимации, там можно еще делать анимацию по ключевым кадрам. Я точно не помню, как это называется на русском, но keyframing, в общем, keyframing, все, объяснила. Например, мы можем взять наш рисуночек, расставить ключевые кадры в нескольких местах, и далее программа сама будет перемещать этот самый рисунок по холсту. Procreate Dreams отлично работает в паре с такой программой, как Procreate. Procreate – это программа для рисования. Мы можем импортировать из Procreate как и рисунок, превратив слои в дорожки, так и саму анимацию, и они уже превратятся в отдельные кадры. Procreate анонсировали эту программу как какой-то прорыв, как что-то невероятное, нереальное, но, как мне кажется, тут есть такие минусы, о которых молчать нельзя, и которые очень портят весь образ программы. Собственно, о них мы поговорим, но сначала все-таки затронем плюсы. Они есть. И первый плюс – это просто банально хорошее приложение для анимации. Да, есть такие программы, как Toonsquid или Flipaclip, но я, если честно, там никогда ничего не создавала, но говорят, что там тоже вроде неплохо. Но, как мне кажется, когда у вас есть пара приложений, то есть Procreate и Procreate Dreams, например, или как Photoshop и Illustrator, они взаимосвязаны, вы импортируете туда-сюда файлы, это просто удобно, вы привыкаете к интерфейсу. Это как отдельная экосистема. Для меня iPad с Procreate Dreams заменяет ноутбук, графический планшет, стилус, мышку и еще подставку. То есть, по сути, вместо всей этой аппаратуры я беру один, пусть и не маленький, но один iPad со стилусом и иду туда, куда я хочу. Буквально. В любое место. Второй, и для меня это один из главных плюсов, это то, что тут можно совмещать покадровую анимацию с keyframing. То есть, какой-то объект мы монотонно отрисовываем кадр за кадром, а какой-то объект мы просто берем, перемещаем и все. И программа сама все там за нас делает, переносит. Но помимо анимации объектов через keyframing можно также анимировать эффекты, то есть размытие, цветокоррекцию, что-то там еще. И может быть, это что-то стандартное для таких программ, как Toon Boom Harmony или Adobe Animate, но когда у вас одна небольшая программа на iPad, и там есть такой инструмент, это просто нереально, потому что с помощью него можно создавать много чего. Например, ту самую заставку, которую вы видели пару минут назад. Она была полностью сделана в Procreate Dreams. Что скажете? Ну и очередной плюс — это коннект с Procreate, потому что вы можете импортировать оттуда файлы, кисти. Но тут мы перейдем к минусам. В Procreate Dreams нет лассо. Просто нету. Вы не можете взять свою картинку, вырезать кусочек, подвинуть, уменьшить его и так далее. Вы не можете это сделать. Я не понимаю, почему этого инструмента нету тут, почему они не могли его просто взять из Procreate и добавить в Procreate Dreams. Это что-то за гранью, но, ребята, это один самый главный минус Procreate Dreams. И да, компания говорила, что они добавят когда-то этот инструмент, но камон. Приложение выпустили где-то в ноябре, а сейчас июль. Середина даже. Его до сих пор нету. Это проблема. Я даже пыталась взять картинку из Procreate Dreams, импортировать ее в Procreate, потому что я думала, что туда-обратно работает. Не работает, вы не можете так сделать. Оно не импортируется, не копируется, я не понимаю, почему. Но такие дела. Минус, о котором мало кто говорит, это то, что интерфейс отличается от Procreate. О чем я сейчас говорю. В Procreate у нас есть кнопка галерея. Через нее мы выходим, собственно, в саму галерею. В Procreate Dreams мы видим кнопку, допустим, рисования или правка таймлайна. И как бы, ладно, когда у нас определенный режим включен, допустим. Но у нас нет этой самой кнопки галерея, чтобы вернуться в общий вид, в общий режим. Вместо этого у нас есть какая-то непонятная кнопка с какими-то квадратиками, через которую мы выходим в эту самую галерею. Для меня это интуитивно непонятно. Также меня просто удивляют и другие панели. Например, панель с изменением размера кистей. Почему она отличается от Procreate? Также, где же наши настройки? Как нам найти их? Настройки файла, все это потыкать, поменять. Надо нажать на название проекта. Почему? Я не знаю. Почему их нельзя было добавить в таком же виде, как в самом Procreate? Это было бы удобно, понятно. Не знаю, мне кажется, все привыкли к этой иконке гаечного кульча. Или что это? Далее проблема, которая... Я вообще не понимаю, откуда она взялась. Но если мы берем и что-то рисуем, при этом холст у нас очень мелкий, мы это приближаем, и у нас почему-то все размыто. Но при этом, если мы нарисуем в уже приближенном состоянии, у нас все четко. Это очень странный баг программы. И есть еще ряд моментов, которые меня просто удивляют. Давайте так. Зачем-то они сделали так, что у всех холстов скругленные края. Но при этом, если вы сохраняете видео, края не скругленные. И, как по мне, это тоже просто очень странно. Ну, не знаю, зачем делать скругленные края, если потом они нормальные. Самое главное, что я хотела сказать, это то, что Procreate Dreams это огромный инструмент примерно для всего. И для анимации, и для какого-то сложного мультика, и даже для какого-то рекламного ролика, наверное. И вот для моей заставки. То есть, в целом, если вы знаете, как работать с этим, то можете сделать, правда, очень много. Некоторые люди умудряются делать псевдо-3D. То есть, они берут какую-то картинку, ее определенным образом двигают, что реально создается ощущение, там, параллакса, просто какая-то магия. И вы не представляете, насколько простой был процесс создания моей заставки. Я буквально разделила экран, ну, сплит-вью. Слева, получается, Procreate Dreams, справа галерея. И я просто могу взять, автоматически там вырезается картинка, добавляю ее в Dreams. Делаю еще то же самое с несколькими объектами. Потом закидываю туда видео, закидываю аудио, там, группирую, и все вот это вот делаю. И самое главное, что это удобно, это быстро. У меня ничего не тормозило. Но, возможно, это потому, что у меня iPad Pro. Конечно, это можно сделать, там, не знаю, и в Premiere Pro, и в CapCase, я не знаю, и DaVinci Resolve, я не знаю, там, в общем, миллион программ. И в каких-то моментах это было бы правильно. Но для таких небольших проектов, или, может быть, для каких-то заготовок, сделать что-то на iPad в кафешечке с кофеечком, это просто, не знаю, это прекрасно. И лично для меня это еще один повод создавать что-то интересное, что-то новое и просто творить. Потому что, когда я понимаю, что у меня всегда под рукой это устройство чудесное, и я всегда могу что-нибудь нарисовать, попробовать, переделать, доделать, ну, не знаю, так как-то проще. Когда ты понимаешь, что тебе не нужно идти, открывать ноутбук, подключать планшет, доставать стилус, вот это вот все, а ты просто взял iPad, что-то там нарисовал, закрыл, потом снова достал, не знаю, удобно, классно. Творите. Всем хорошего дня.